Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы посмотрим на ситуацию на валютном, товарном, фондовом, криптовалютном рынках. Посмотрим на те новости, которые будут влиять на ситуацию на мировых финансовых площадках в предстоящие 5 дней. Да и, наверное, не только в предстоящие 5 дней. И сегодня я дам свои прогнозы, рекомендации, поэтому, как обычно, будет полезно, интересно. Обязательно досмотрите видео до конца и не забывайте ставить лайк авансом. Забегая вперед, скажу, что, наверное, это будет финальная в этом году публикация видеопрогноза. Я, честно говоря, не вижу смысла публиковать видеопрогноз на следующей неделе. Она у нас будет уже финальной в этом году, но фактически для финансовых рынков последняя торговая неделя. Это неделя, которая началась у нас сегодня. Потому что именно на этой неделе у нас, не у нас, а в католическом мире, будет праздноваться Рождество. Уже через неделю, соответственно, Новый год. И, как вы понимаете, уже на этой неделе рынки будут потихонечку закрываться. Все будут готовиться к празднованию Рождества, в будущем Нового года и так далее. Но я не думаю, что есть, опять же, смысл какой-то на следующей неделе что-то публиковать. Так что заранее всех с наступающим Новым годом. Пускай этот год будет самым сложным в вашем году. И пускай следующий год обязательно будет лучше. А самое главное в финансовом плане. Ну и прежде чем мы перейдем уже к разбору ситуации на рынках и к разбору новостей, позвольте несколько важных новостей под занавес уходящего года. Во-первых, мы на этой неделе планируем сделать вебинар, где поделимся тем, каково у нас видение есть на предстоящий 2023 год с точки зрения ситуации на финансовых рынках. Поговорим мы с вами о итогах уходящего 2022 года для финансовых рынков и перспективах на 2023. Посмотрим, где есть какие тренды, где может случиться какой-то ралли, на чем можно будет заработать, какой есть виден на этот счет. Все это будет на нашем вебинаре. Ссылка на вебинар наверняка уже есть в описании к этому видео, поэтому кликайте, обязательно регистрируйтесь, чтобы не пропустить. Вебинар будет у нас в предстоящий четверг. Ну и также хочу еще сообщить, что под занавес нового года, в преддверии, точнее, нового года и под занавес уходящего года мы готовим для вас специальные новогодние подарки, специальные новогодние пакеты, о которых станет известно в течение текущей недели. Вряд ли вот сейчас прям под этим видео есть ссылка на эти новогодние пакеты, но наверняка, собственно, вы найдете их на нашем сайте, поэтому под этим видео будет ссылка на наш сайт. Кликайте туда, заходите на сайт, и где-то к середине недели у нас появятся новогодние пакеты для наших любимых и дорогих клиентов компании Аналитика Онлайн. Ладно, все, друзья мои, все ссылки, в общем, в описании. Всех с наступающим Новым годом, финальный видеопрогноз, погнали. Начнем мы, как обычно, с новостного фона, посмотрим, что нас ожидает там. Собственно, прошлая неделя была весьма насыщена на всевозможные события. В первую очередь, на прошлой неделе было множество решений центробанков по процентным ставкам. Какие-то центробанки пошли на повышение ставок, какие-то сохранили. А вот что нас ждет на этой неделе, давайте посмотрим. В понедельник уже были опубликованы данные по индексу делового климата ИФО. Кстати, довольно позитивные. По крайней мере, лучше предыдущего показателя и лучше прогнозных данных. Во вторник будет опубликован протокол заседания по денежно-кредитной политике Банка Австралии. Банк Китая объявит свое решение по процентной ставке. Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии нас ожидает. Базовый индекс розничных продаж в Канаде. Это я бы тоже посмотрел. В среду индекс потребительских цен в Канаде. Да и по большому счету, наверное, все, на что стоит обратить внимание. В четверг данные по ВВП в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки, кстати, возможно, вот здесь у нас будет вебинар по торговле на ВВП. В пятницу начинается, собственно, то самое Рождество, в котором я видел, будет раннее закрытие торгов, но при этом будут публикованы данные по ВВП в Канаде. Так что на них тоже стоит обратить, наверное, внимание. Вот здесь вот, возможно, кстати, поторгуем, поэтому я не знаю, будет ли у нас здесь вебинар. Я после сегодняшнего видеопрогноза с коллегами обязательно решу этот вопрос. Но мы переходим к картинке на финансовых рынках. Начинаем мы по традиции с рынка валютного. Это валютная пара евро-доллар. В рамках недельного графика мы продолжаем торговаться в рамках восходящего тренда. На графике дневном, а также наблюдается восходящий тренд. На графике четырехчасовом, ну, здесь я бы уже сказал, что начался такой велотекущий тренд нисходящий. По скользящей среде на недельном графике 190 скользящая снижается, 21 растет. По дневному таймфрейму обе скользящие средние указывают на рост котировок. На графике четырехчасовом 190 растет, 21 потихонечку снижается. По индикатору RSI на недельном таймфрейме 13 только начинает потихонечку заходить в зону перекупленности. Тройка уже очень плотно там сидит в зоне перекупленности. То есть, это картинка, скорее говоря, о необходимости коррекции вниз, чем о будущем росте пары. На графике дневном здесь у нас 13 в зоне перекупленности, а вот тройка уже вернулась в зону нейтральную. И на графике четырехчасовом оба индикатора в зоне нейтральной, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению котировок. Что касается картинки по евро, лично я продолжаю удерживать продажи, вот открытые вот в этом диапазоне. Напомню, это у нас был вход от 38 уровня по Fibonacci, вот последней вот этой огромной месячной волны снижения. И на самом деле, стоит ли закрывать эти позиции, несмотря на то, что они сейчас в просадке, давайте попробуем ответить на этот вопрос, глядя на тот самый график, на котором мы строили с вами линии Fibonacci. А строили мы их на месячном графике, это значит, что закрытие ей, пробой уровня 38,2, мы должны смотреть на именно месячном графике. Ну а здесь до закрытия еще достаточно далеко, как минимум две недели торговли, но, наверное, с учетом того, что все-таки декабрьская свеча, ну нет здесь смысла смотреть прямо на закрытие месяца, достаточно будет посмотреть на закрытие недельных свечей. А вот на прошлой неделе, обратите внимание, закрылись мы, ну практически на отметке 38,2, хоть и оставили за собой наверху довольно увесистый хвост, но закрытие все-таки произошло в районе отметки 38. Это значит, что пока сделка актуальна на продажу и, собственно, пока не будет закрепления выше отметки 38,2, да, или там не закроется текущая свеча, получается, выше отметки 38,2, я эти продажи буду держать. Ну а те, кто еще не успели продать, у вас есть возможность продать даже по более выгодным ценам, чем это делал я. Это в рамках крупных таймфреймов, в рамках более маленьких таймфреймов, конечно, можно искать точки входа в рынок на покупку, я бы обратил внимание на покупки где-нибудь в районе минимумов декабря, но здесь нужно понимать, что, собственно, потенциал этих покупок не такой уж большой, вот порядка двух, может быть, там двух с половиной тысяч пунктов можно и забрать, но покупать нужно в районе вот этого, соответственно, минимума. Позвольте, я тогда отмечу прям горизонтальной линии, что нужно покупать где-то вот в этом районе, где-то в районе отметки 1,0460. Этот уровень у нас сейчас подходит для открытия сделок на покупку. Но, разумеется, если уровень будет пробит, начнется меняться тренд на дневном графике, тогда покупки станут неактуальными. Переходим к британскому фунту, здесь аналогичная картинка как и по евро, на дневном графике восходящий тренд, на дневном графике восходящий тренд, на графике четырехчасовом я бы сказал, что мы топчемся в боковике, по скользящим на неделе 190 падает, 21 растет, по дневному графику обе скользящие растут, по графике четырехчасовом 190 растет, 21 снижается, по RSI на недельном таймфрейме 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, На дневном графике 13-й в нейтральной зоне, тройка, ну, можно сказать, тоже в нейтральной зоне, возвращается в нее, и после того, как на непродолжительный период ушла в зону перепродности. На графике 4-х часов здесь оба индикатора в зоне нейтральной, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. И тут все точно так же, как по евро, по-прежнему актуально. Продажа в районе отметки 50 по Fibonacci от вот этой огромной волны снижения, которую вы можете наблюдать на месячном графике. И вот та же самая история, как и с евро. То есть те, кто не продали, могут продать сейчас, те, кто держат, держите. И сигналом на закрытие позиции будет лишь только закрытие выше отметки 50 по Fibonacci по британскому фунту. Переходим к валютной паре доллар-иена. На недельном графике доллар-иена находится формально в восходящем тренде. На графике дневном здесь также мы наблюдаем формально восходящий тренд. Обратите внимание, он начал формироваться у нас такой, пускай велотекущий, в конце прошедшей недели. И по графику 4-х часовому, ну, здесь я бы, наверное, не стал выделять какой-то конкретный тренд. Сказал бы, что мы в боковике. Что касается недельного таймфрейма, то здесь есть смысл покупать. Был, точнее, смысл покупать в районе отметки 38,2. Здесь все уже отработалось. Можно было бы здесь прикупить с отметки 50, но я боюсь, что не дотянемся мы до этого уровня в ближайшее время. Хотя, кто знает, быть может, до конца года все-таки долетим. Поэтому давайте я все-таки этот уровень здесь обозначу как уровень неплохо подходящий для открытия сделок на покупку. Но это такая глобальная история. Можно поставить отложки и дожидаться их срабатывания. Что касается продаж. Продаж в рамках дневного графика. Напомню, что была рекомендация продавать вот в этом вот диапазоне. Как бы вот так показать, чтобы было хорошо видно. Вот он, да. Этот диапазон. Здесь был смысл продавать. И по-прежнему этот диапазон, точнее даже его нижняя граница выступает существенным сильным сопротивлением для доллар-иен. Здесь несколько можно было раз зайти. Даже на прошедшей неделе здесь было как минимум два входа. Первый раз котировки отскочили на 3200 пунктов. Второй раз на 2300 пунктов. И в общем-то на этом, наверное, вот эту историю с продажей в рамках дневного графика я бы, честно говоря, уже закрывал. Потому что после второго отбоя, даже третьего получается здесь отбоя, четвертый может и не состояться. Поэтому вот оставим здесь такую более среднесрочную историю. Можно покупать от полтинника, если долетим. Но в рамках дневного графика я немножечко сомневаюсь в этом восходящем тренде, что он будет какой-то продолжительный. И давайте все-таки увидим здесь какое-то более явное сильное движение. И только после этого будем принимать какие бы то ни было решения. Доллар-франк. Недельный график, нисходящий тренд. График дневной нисходящий тренд. График четырехчасовой. А вот здесь уже тренд восходящий. По индикаторам скользящие в среднем недельном таймфрейме снижаются. На дневном таймфрейме скользящие средние снижаются. На графике четырехчасов 190 снижается. 21 начала уже расти. По RSI. На недельном таймфрейме тренадцатый и пока еще в нейтральной зоне тройка в зоне перепродности. Обратите внимание, что между ними есть рогатка, которая указывает на возможности для коррекции пары. На дневном графике здесь у нас сформировалась конвергенция на прошлой неделе. Но ее, обратите внимание, перерисовали практически. Но отработка ее случилась несколько позже, чем мы рисовали этот конвер. Но зато эта отработка случилась именно от того уровня, от которого я и говорил, что есть смысл покупать. Напомните, обозначал это значение, отметку 0.92 примерно, что в районе этого диапазона. Если долетим, можем и отскочить. Именно так и случилось от этого уровня. Обратите внимание, мы отскочили на тысячу пунктов. И потенциал все-таки здесь еще сохраняется. Можем отскочить еще сильнее. Соответственно, если отскок будет здесь у нас с вами происходить, то мы сможем здесь на этом отскоке неплохо заработать. Те, кто держит позиции, держите. Стопы можно ставить без убыток. И дожидаться дальнейшего роста пары в рамках этой конвергенции. Собственно, конверс здесь еще отработан не до конца. Кто не успел зайти, быть может будут еще просадки вниз и будет возможность зацепить эти покупки. Пока покупки эти держим. Что касается продаж в рамках недельного графика, по FIB и так далее. То здесь по-прежнему актуальны продажи либо от полтинника, либо от отметки 38.2. Если вот в этот диапазон мы придем, то можно пробовать открывать сделки на продажу. Ну а пока держим покупки, ставим стопы без убыток и наслаждаемся, собственно, тем результатом, который видим по нашим рекомендациям. Смотрим на австралийский доллар. Австралиец на недельном графике формально находится в нисходящем тренде. На дневном таймфрейме у нас здесь тренд восходящий. Хотя вот, кстати, очень интересно, переписали ли минимум. Нет, минимум не переписали. Тренд действительно восходящий. По графику четырехчасовому здесь я бы не стал выделять какую-то конкретную тенденцию. На графике недельном по скользящим среднем на 190 мы видим снижение котировок. По 21 видим рост. По дневному графику, соответственно, 190 падает, 21 также падает. И по графику четырехчасовому здесь наоборот. У нас 190 растет, 21 снижается. По RSI на недельном таймфрейме оба индикатора в зоне нейтральны. Нет явных признаков ни к росту, ни к падению. По дневному графику есть дивергенция, причем, обратите внимание, дивергенция отработанная. Поздравляю тех, кто здесь заходил в рынок на этой дивергенции. А по графику четырехчасовому был, обратите внимание, выход из треугольника наверх. Отработали мы рост. И на этом история вся эта закрылась. В рамках графика четырехчасового у нас 13 RSI находится в зоне нейтральной. А тройка даже успела зайти в зону перекупленности. Образуется потихонечку рогатка, которая, возможно, придет к дальнейшему снижению котировок. Что делать по австралийцу? Ну, глобально, в рамках недельного графика по-прежнему, вот этот диапазон неплохо подходит для открытия сделок на продажу. В рамках дневного графика сейчас довольно неплохой уровень для открытия сделок на покупку. То есть можно покупать тут чуть ли не с текущих. По крайней мере, здесь очень понятная история, что если уровень вот этих минимумов, на которых котировки были в конце прошлой недели, будет пробит, то в этом случае у нас возобновится снижение котировок. Надо будет рубить наши с вами покупки и переворачивать, соответственно, на продажу. Но в рамках графика четырехчасового я бы ничего сейчас особо не делал, только наблюдал бы за вот этой вот рогаткой, которая здесь формируется. И вот, возможно, именно эта рогатка придаст импульс для падения котировок. Кто знает. Смотрим на канадский доллар. Канадец на недельном графике находится в пока еще формально восходящем тренде. На графике дневном также наблюдается восходящий тренд. На графике четырехчасовом также восходящий тренд. Здесь должны быть покупки и ничего, кроме покупок, мы здесь вообще с вами делать сейчас не должны. По недельному таймфрейму скользящие средние указывают на рост котировок. По дневному графику скользящие средние также растут. И на графике четырехчасовом также ожидаемо мы наблюдаем рост индикаторов. Что также подтверждает то, что единственные позиции, которые могут быть здесь, это покупки. По RSI, недельный график, 13 RSI в нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности. По дневному графику здесь 13 в нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности, но совсем незначительный. По графику 4-часовому здесь оба индикатора в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. Что касается рекомендаций, недельный диапазон по-прежнему остается актуальным, то есть можно покупать в районе вот этих вот минимумов, которые у нас были в октябре, в конце октября, начале ноября. Что касается дневной картинки, то вот диапазон был обозначен, где есть смысл покупать. На прошлой неделе мы к этому диапазону аккуратненько подходили, кто зацепили здесь покупки, большие молодцы, потенциальная прибыль могла быть до 1800 пунктов, сейчас это порядка 1300, наверное эту историю уже есть смысл закрывать и сейчас можно аккуратно, очень аккуратно присматриваться к покупкам в районе минимумов уже вот этих вот новых, которые у нас здесь были. Это картинка по дневному графику, если сюда скорректируемся, можно попробовать и прикупить, ну как минимум вернуться к тем ценам, где мы находимся сейчас, то есть заработать там условно суть 1000-1200 пунктов, здесь вполне себе можно. Смотрим на золото, золото в рамках недельного графика у нас торгуется в восходящем тренде, на графике дневном также мы наблюдаем восходящий тренд по графику четырехчасовому, но вот здесь я бы сказал, что формально-то мы в расширяющемся боковом диапазоне, что не очень хорошо. По скользящим на неделе растем, на дневном графике по скользящим растем, по графику четырехчасовому также по скользящим средним мы увидим рост котировок. По RSI на неделе 13-й в нейтральной зоне тройка, в зоне перекупленности есть рогатка, это значит, что мы можем скорректироваться вниз. По графику дневному дивергенция продолжает, обратите внимание, формироваться, но формально здесь, кстати, она отработалась уже на прошлой неделе, когда мы обновили вот этот вот минимум, практически обновили, давайте скажем так. То есть вот это снижение, которое было в четверг, фактически является отработкой этой дивергенции, поэтому я бы на нее уже смотрел сквозь пальцы. И по графику четырехчасовому здесь особый индикатор в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению котировок. Что касается рекомендаций. В рамках недели, да и в рамках дневного графика по-прежнему актуальны покупки. Покупки при снижении котировок в район уровня 38,2 либо 50, единственное 38,2 либо 50 надо здесь уже перестраивать. Вот таким вот образом. Чуть-чуть ставим выше, соответственно, вот этот диапазон сейчас неплохо подходит для покупок, если мы сюда придем. Что касается дивергенции, опять же, никак эта история дивергенции не противоречит. Можно по этому диверу зайти и на продажу попробовать, если будут подтверждающие сигналы. Это важно, да, если будут подтверждающие сигналы. И потом зайти уже на бай от отметки 38,2, либо если запустят хвост на отметку 50. Это у нас уровни 1745 и 1720 долларов за тройскую унцию, соответственно. Переходим к нефтяному рынку. Нефтяные котировки прошлую неделю завершили таки ростом, хотя под занавес пятидневки от своих максимумов нефть немножечко откорректировалась. В рамках недельного таймфрейма мы находимся в нисходящем тренде. По дневному графику также торгуемся в нисходящем тренде. Графика H4. Ну вот здесь я бы не стал так однозначно, да, не говорил бы так однозначно о нисходящем тренде. Здесь, в общем-то, можно картинку всяко трактовать, да, и как восходящий тренд, и как нисходящий тренд. Здесь я бы не стал выделять какую-то отдельную тенденцию. По скользящим средним на недельном таймфрейме. Сту 90 растет, 21 снижается. По дневному таймфрейму обе скользящие средние снижаются. По графику четырех часов обе скользящие средние снижаются. По RSI на недельном таймфрейме 13 и 3 находятся в зоне перепродности, то есть неплохо бы скорректироваться наверх еще. По дневному таймфрейме оба индикатора в нейтральной зоне, нет явных признаков ни к росту, ни к падению. По графику 4-х часов конвергенция отработала себя с лихвой, прям вообще замечательно. Поздравляем всех тех, кто на этой конвергенции успел зайти на покупку. Ну а сейчас в моменте оба индикатора находятся в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. Ну и собственно обратите внимание, что у нас есть довольно важный уровень, это отметка 82 доллара за баррель марки Brent. И на прошлой неделе как раз мы к этому уровню возвращались, возвращались в диапазон, в районе которого я говорил, что есть смысл продавать. Те, кто продали, большие молодцы, держим продажи, потенциал для снижения здесь еще сохраняется. Ну по крайней мере в рамках недельного и дневного графика падать здесь точно есть куда. Смотрим на американский фондовый рынок. Это индекс S&P 500. На недельном графике у нас нисходящий тренд. По графику дневному здесь я бы сказал, что у нас расширяющийся боковой диапазон, причем такой очень уверенно расширяющийся. По графику четырехчасового мы в тренде нисходящем. Что касается индикаторов, скользящие на неделе растут, на дне падают, на графике четырехчасовом падают. По RSI на неделе 13-й нейтральной зоне тройка в зоне перепродности, но незначительной. Только-только начали падать. По дневному графику 13-й нейтральной зоне тройка в зоне перепродности, но также не сказал, что он сильный, что он какая-то значительная. По графику четырехчасовому у нас здесь оба индикатора в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. На прошлой неделе была рекомендация продавать вот в этом диапазоне. Собственно, кто здесь продавали, большие молодцы. Уровень действительно здесь очень плотный, от него мы отбивались неоднократно. Но вот на новостях на прошлой неделе был проброс наверх. Меня, кстати, здесь вынесло по стопу, так что меня в этой продаже сейчас точно уже нет. Но если вы пересидели вот эту просадку, если не стали закрывать, не выбрали вас по стопу, то у вас все должно быть прям чудесно, замечательно и великолепно. А потенциал для снижения, надо сказать, в рамках недельного графика здесь есть точно. Мы можем снова вернуться к 50-му уровню по FIBA, можем упасть до отметки 61,8, где, кстати, напомню, сигнал на покупку есть. Но это уже совсем другая история, скорее всего, о которой мы будем говорить только уже в 2023 году. Пока есть потенциал для снижения и есть вероятность, что, в общем-то, этот потенциал еще американский фондовый рынок реализует до конца текущего года. Собственно, ралли я здесь, ну, по крайней мере, на текущий момент у каких-то предвестников ралли не вижу, это точно. Будут они или нет, посмотрим в будущем. Биткоин. Особо без изменений. Прошлая неделя был новый максимум, там за последние пару недель в то же самое время неделю в итоге мы завершили снижением. На недельном таймфрейме нисходящий тренд, на дневном графике я бы не стал здесь выделять какую-то конкретную тенденцию. По графику 4-х часов мы также, в общем-то, падаем. По скользящим на неделе падаем, на дневном графике падаем, на графике 4-х часов тоже падаем. Так что, в общем-то, биткоин продолжает, несмотря на все свои всплески, продолжает оставаться под давлением. Потенциал для снижения здесь еще есть. По недельному таймфрейму есть конвергенция, но и по ней еще есть куда падать. Собственно 12-13 тысяч целей никто пока не отменял. По дневному графику здесь 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перепродности. Вроде можем немножечко отскочить еще наверх. Насколько будет существенным этот рост, это очень-очень большой вопрос. И по графику 4 часа мы здесь оба индикатора в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. Ну я в общем-то уже много раз говорил о своей прогнозе по биткоину, так что те кто смотрит их, наверняка уже и устали эти прогнозы слушать, потому что уже полгода этот прогноз не меняется. 12-13 тысяч это те значения, собственно в районе которых я ожидаю увидеть биткоин. Будет или не будет, это уже как говорится посмотрим. Что касается российского рубля, давно обещаю записать вам отдельное видео на эту тему. Ну здесь вот сейчас мы наблюдаем стремительное укрепление доллара против отечественной валюты. Мы уже выросли до максимальных значений с мая месяца. Ну это все здесь логично под конец года. Других вариантов особо кроме как расти у доллара против рубля в общем-то и нет. Даже несмотря на то, что на международном валютном рынке, обратите внимание, все-таки доллар он снижается и снижается достаточно существенно. Ну и взглянем коротенько на российский фондовый рынок, про который говорил, что он находится под давлением и скорее всего дальше будет находиться под давлением. Это индекс РТС. На недельном графике нисходящий тренд, на дневном графике нисходящий тренд, на графике четырех часов также нисходящий тренд. И ничего здесь по сути не спасло. И 38 мы пролетели, и полтинник мы пролетели, только 61 чуть-чуть откорректировались. И в общем-то на этом здесь и все. До уровня, где я рекомендовал продажи, напомню, это были у нас диапазоны 1200 до 1290, мы так и не долетели. Эту историю мы, конечно же, закрываем. Фибу мы пролетели, практически не заметив эту историю, мы тоже, соответственно, с вами закрываем. Ну и судя по всему, нас ждет попытка атаковать, наверное, вот этот вот диапазон. Да, это те минимальные значения, которые мы видели в 2020, 2022, вот куда-нибудь сюда, судя по всему, российский рынок в очередной раз должен вернуться. Ну, вопрос лишь только о том, кому он должен, да, никому из нас он ничего не должен, но вернуться, да, он все-таки может. По еженедельному прогнозу это все. Надеюсь, было полезно, интересно, информативно. Поставьте лайк, если это так, жду ваши комментарии, ну и подпишитесь на канал, если впервые видите наши видео, чтобы не пропускать такие прогнозы в будущем. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока.